Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша тема – проектирование и рекомендацировка полигенометрических ходов первого и второго отряда и оценки их точностей. Как вам уже известно, полигенометрия является одним из основных методов создания планов гель-сети. Планы гель-сети строятся методами триангуляции, полигенометрии и трилатерации. А также плановые сети сгущения тоже строятся методами триангуляции и полигенометрии. Значит, сегодня мы будем рассматривать метод полигенометрии. Значит, этот метод похож на знакомые нам теодолитные ходы, но только отличается с точки зрения точности. Значит, полигенометрические ходы строятся с более высокой точностью, чем теодолитные ходы. Но по виду их трудно различить. Вот, допустим, на рисунке типичная фигура полигенометрического хода, одиночного хода. Значит, здесь полигенометрический ход должен опираться на исходные пункты. Значит, в этом примере у нас исходный пункт К и Л и исходного направления. И, соответственно, мы должны измерить каждые углы, углы поворота и расстояние между пунктами или точками. Если у нас более одного хода, допустим, два или три хода полигенометрии сходов, и они где-нибудь соединяются, тогда образуется полигенометрическая сеть с узловыми точками. Ну, об этом мы поговорим позже. Значит, полигенометрические ходы чаще всего прокладывают в местах с ровным рельефом на территории лесов, городов и населенных пунктов. На берегах рек в качестве съемочной основы прикладывают на мощном съемке. Значит, как вам известно, если местность, горная местность, значит, там целесообразно построить методом опорных гель-сетей, методом триангуляции. Но если у нас местность, лесная местность или местность у нас населенных пунктов или городских условий, целесообразно использовать полигенометрический метод. Потому что в таких условиях трудно образовать форму треугольника. Так как вам известно, триангуляция состоит из сети треугольников в городских и территориях лесов, трудно образовать такую сеть. Из-за этого в таких местностях используется метод полигенометрии. Значит, по точности они одинаковы. Для топографии съемок масштабов 5500 в качестве гель-соснов используются полигенометрические сети четвертого класса, а также первых и вторых разрядов. Значит, эти классы и разряды в основном строятся, в основном мы можем строить эти пункты в городских условиях. И из-за этого можно назвать эти полигенометрии сети четвертого класса, а также первых и вторых разрядов с городским полигенометрением. Значит, второе название этих метод – городская полигенометрия. Значит, проект полигенометрии сходов и полигенометрических сетей составляет на топографических картах масштаб 10 000 и 25 000. Это определяет наместность пунктов ранее построенных сетей и наносит на карту проекта. Значит, опираясь на эти ранее построенных пунктов, мы будем составить и будем проектировать новые пункты с условием, учитывая те условия, которые мы рассмотрели. Значит, полигенометрические ходы или полигенометрические сети проектируют в зависимости от природных условий местности, от площади съемки, размещения существующих пунктов, где эти основы, имеющихся транспортных или через наружных дорог, соблюдены при этом требования, определенные таблицей. Значит, вот эта таблица, эти требования были получены, были взяты из инструкции, которые предъявляются полигенометрическим методом. Значит, вот полигенометрия первого разряда, второго разряда и предъявляем к ним требования. Допустим, максимальная длина одиночного полигенометрического хода, значит, не должно превышать 5 км, здесь 3 км. И так далее. Разные требования предъявляются. Средняя квадратическая погрешность медленного угла, значит, в первом разряде 5 секунд должно быть, а в втором разряде должно быть не превышать 10 секунд. Здесь можно увидеть типичные схемы полигенометрического хода и сети. Значит, как мы уже говорили, это у нас одиночный полигенометрический ход. Если у нас несколько ходов, и они где-то где-нибудь соединяются, тогда образуется полигенометрическая сеть. С одной узловой точкой и сеть с двумя узловыми точками и с 5 ходами. Значит, оценка точности. Чтобы определить среднюю квадратическую погрешность определения координат последнего пункта полигенометрия схода, можно воспользоваться этой формулой. Значит, в этой формуле у нас N число сторон, MS точность измерения длин сторон, MBT точность измерения угла, L общая длина. С помощью этой формы мы находим среднюю квадратическую ошибку последнего пункта. Значит, найденное по этой форме значение ML должно превышать или должно удовлетворять вот эту требование. Значит, ML деленное L не должно превышать 1 деленное T, где T знаменатель нормативного периметра хода. В противном случае мы должны заново проектировать полигенометрический сеть или ход. При проектировании берут во внимание обеспечение удобств измерения пародных углов и длин сторон ходов. Длина сторон проектированных ходов по мере возможности должно быть близких к друг другу и значение пародных углов близких к 180 градусу. Значит, мы должны соблюдать эти условия. Значит, здесь я вам показал основные литературы, используемые, рекомендуемые, значит, учебные пособия, значит, городская полигенометрия основной литературы и инструкции, которые основные инструкции для построения ГЕДИС сетей государственных. На этом у меня все. Спасибо за ваше внимание. Продолжение следует...